И начнем мы с темы, которая волнует сегодня подавляющее большинство жителей нашего региона. Плата за услуги ЖКХ. Иркутяне уже начали получать квитанции за январь, суммы в которых гораздо больше тех, что должны быть. Цифры завышены в строке за вывоз твердых коммунальных отходов. Причем практически в два раза. Как такое может быть, узнаете в первом материале выпуска. Встреча соседей в этом иркутском доме – дело привычное. Непривычная тема для бесед – мусор. Жильцы многоэтажки получили квитанции за январь, в них, как и должно быть, появилась новая строчка. Вывоз твердых коммунальных отходов удивило другое – суммы в ней. Жители дома следят за всеми новостями в сфере ЖКХ, поэтому о мусорной реформе знали. И заранее посчитали, сколько по новым тарифам и нормативам будут отдавать за вывоз отходов. Я посмотрел, что за январь месяц пришло. Пришло мне за вывоз твердых отходов 243 рубля 96 копеек. Хотя должно было быть 3 рубля 70 копеек с квадратного метра, то есть 160. Сумма выше в полтора раза неприятно удивила не только Владимира Алексеевича. У всех его соседей начисления также больше, чем должны быть. А все потому, что, если верить квитанциям, расчет производился по формуле – площадь квартиры умножить на 5 рублей 70 копеек. Хотя для Иркутска последние цифры должны быть другими – 3 рубля 70 копеек. На первый взгляд мелочь, на которую кто-то даже не обратит внимания. По каждой квартире начисленная сумма оказалась выше той, которая должна быть на 100-150 рублей. В зависимости от площади. Если учесть, что только в этом здании 135 квартир, можно понять, что итоговая сумма получается весьма внушительной. То, что завышенные начисления – не случайность, людей убедили объявления, появившиеся на подъездах еще на выходных. В бумагах от лица комитета по управлению Ленинским округом жильцов оповещали. Платить за вывоз мусора им придется больше. Часть от суммы потратят на проведение мероприятий в районе. Однако в самом комитете о таком знать не знают. А в полиции сейчас даже проводят проверку по поводу расклейки объявлений. Тарифы в которых подозрительно подходят под начисление управляющей компании. Но у коммунальщиков своя версия произошедшего. Там произошла техническая ошибка. У них будет сделан перезасчет в районе теперь. То есть им за январь нужно платить то, что им начислили, неправильно? Я сейчас в январь не могу зайти и что-то делать. Зато сделать могут сами жители региона, если их расчеты по новой строчке в квитанции не совпали с теми, что сделаны управляющей компанией. Что касается начислений, когда сейчас люди получают квитанции по оплате за твердые коммунальные отходы, это у нас все будет входить в компетенцию службы жилищного надзора Иркутской области. И по всем вопросам, связанным с начислением, необходимо обращаться в их адрес. Много ли будет таких обращений, пока непонятно. Люди только начали получать квитанции за январь, а значит сложно предсказать, сколько технических ошибок, случайных и намеренных, может оказаться в начислениях. Совет в данном случае один – внимательнее изучать платежки, ведь это тот случай, когда копейка рубль бережет. Алена Полоненко, Владимир Пинаев, Новости по будням.